Класс «Шаг вперед» 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 Два моих звездных консультанта стали лидерами и вышли на сцену семинара после одного такого мероприятия. Следующее мероприятие мы проводили зимой. Оно называлось «Бал в черном и белом». Все приходили в черных и белых нарядах. Мы приглашали наших супругов или других близких людей. На балу для звездных консультантов были выделены особые места. А когда мы выражали признание нашим звездным консультантам, мужья тех, кто не был звездным консультантом, толкали своих жен в бок и спрашивали, а почему ты не там? И, соответственно, наши консультанты получали огромную поддержку от своих мужей и поддержку мероприятия, которые мы планировали на весну. Весной мы проводили бал в стиле 50-х. Консультанты надевали носочки, босоножки, широкие юбки. Мы подавали гамбургеры и хот-доги. И консультанты сами платили за возможность приехать и участвовать. Мы за них не платили. Это было еще одно семейное по духу мероприятие, на которое мы приглашали супругов и близких. И это поддерживало наше летнее мероприятие, которое мы называли «Летние Олимпийские игры». На него приходили все с семьей, включая детей. Если женщина была звездным консультантом, она получала футболку, на которой, как олимпийские кольца, были отмечены звезды. И было написано «Звездный консультант Мэри Кэй». Если она получала изумрудную звезду, у нее была зеленая футболка, рубиновую, и то красная. Таким образом, цвет футболки соответствовал звезде. Когда дети видели, что мама носит какую-то особую футболку, они хотели узнать, почему. Мы устраивали забавные конкурсы для детей. Катание на мячах, надувание пузырей, изживательные резинки. У нас были задания как для детей, так и для взрослых. Все это позволяет вам создать в вашей будущей национальной ветви семейную атмосферу. Мы и сейчас проводим такие мероприятия. Я, как национальный лидер, путешествую по Соединенным Штатам, чтобы посетить подобные мероприятия. И как национальный лидер я приезжаю на мероприятия моих ведущих и элитных ведущих лидеров. Там я просто появляюсь и получаю удовольствие, а они делают все остальное. Не знаю, важно ли это для вас, но в прошлом квартале у нас появилось 307 звездных консультантов, благодаря одному мероприятию. Всего лишь одно мероприятие. Мы растем по мере того, как растет чувство семьи, которое поддерживает нашу национальную ветвь. В марте будет 17-й день рождения нашей национальной ветви. И мы работаем над тем, чтобы получать золотые, серебряные и бронзовые медали. Вы можете записать план маркетинга, рассказать о нем, записать свою «Я-историю» на диске или выложить на веб-сайт, чтобы она была доступна круглосуточно. Я сделала это перед тем, как приехать в Москву, потому что хотела, чтобы мои лидеры увеличивали число привлеченных новичков в преддверии вручения наших мартовских медалей. Я поняла, что это работает. Вы должны захотеть сделать то, чего вы не хотели сделать раньше. И еще одно мероприятие я добавила в свое расписание на неделю. Каждую среду, каждую среду, каждую среду я провожу встречу за чашкой кофе у себя дома. Я приглашаю моих дочерних лидеров, ключевых консультантов и их клиентов. Эта встреча длится всего час. Я рассказываю свою «Я-историю» и объясняю план маркетинга. И делаю это, потому что понимаю, что если мои дочерние лидеры будут привлекать новичков, то же будет делать вся бизнес-группа. Я хочу держать руку на пульсе процесса привлечения новичков, развивая свою национальную ветвь. Я хочу, чтобы вы были активными, проводили мероприятия, принимали участие в мероприятиях, на которых вы с вашими консультантами можете появиться как группа. Наши лидеры обычно не утруждают себя тем, чтобы планировать такие мероприятия. Но думать об этом – ваша задача. Как элитный ведущий лидер, вы должны сформировать чувство гордости за вашу национальную ветвь. Когда я обучала своих лидеров первой линии, то говорила о том, что мечтаю предоставить всем женщинам возможность обрести финансовую независимость. Я хочу работать с теми женщинами, которые не хотят быть частью корпораций, чувствовать над своей головой стеклянный потолок. Я думаю, гораздо более эффективно обучать своих лидеров и консультантов с точки зрения целей, к которым они стремятся, показывать путь к этой цели и побуждать стремление к ней. Все мероприятия, которые я перечислила, важны, но не менее важно ваше личное отношение. Вы не можете позволить себе общаться с теми, кто не идет в том же направлении, что и вы.